Сегодня День Банкира отмечаем в Центре Минора, в программе вечера награждения лучших банкиров и банков Украины. Светлана, почему все-таки Центр Минора решил поздравить лучших банкиров Украины с этим праздником? Я считаю, что лучших банкиров Украины должен поздравлять лучший Центр Украины, потому что у нашего Центра есть все для того, чтобы лучшие банкиры и города, и Украины здесь чувствовали себя комфортно. Я думаю, что мы будем радовать город теми мероприятиями, которые мы проводим. Мы только в начале пути, мы только открылись и мы только начинаем показывать городу тот уровень мероприятий, который мы бы хотели бы здесь проводить. Изысканный интерьер Events and Conference Center Минора Гранд Палас создал неповторимую атмосферу праздника – День Банковского Работника, оставив в памяти приглашенных только самые теплые воспоминания. Специалисты повара ресторана приготовили в этот день кулинарные изыски из различных кухонь мира, при этом соблюдая все требования кашрута. Именно для этого мероприятия, для самых успешных людей этого города, под День Банкира, Виномера презентовали новинку – эксклюзивную кошерную водку «Моисей». Впервые в Украине настоящая кошерная водка по строгим законам кашрута для мероприятия в Миноре. Лучшим людям лучшие напитки. Партнеры вечера «Колетт Фэшн Групп» представили для собравшихся все последние тенденции фэшн-индустрии. Мировые бренды и молодых креативных дизайнеров демонстрировали модели агентства «Профэшн». Прически и макияжи выполнили мастера-стилисты студии «Визар». А еще в этот вечер «Колетт» презентовал свой личный журнал – концептуальный проект «Зе Ван». Нас пригласила Минора на это мероприятие. Для нас была большая честь в таком шикарном комплексе в нашем городе и вообще в нашей стране, в Европе провести такой праздник – День Банкира. И мы очень серьезно готовились, старались быть на высоте. Мы смотрели по тонам, что подходит по стилю на День банковского работника. Первый блок – это были деловые платья, которые украсят любую женщину-банкира. А второй план был – это уже вечерние платья. Даже в наших платьях награждали успешных бизнесменов года. Банкиры – люди состоятельные. Мы надеемся, что они приобретут наши автомобили и они им понравятся. Рейндж Ровер – это достойная покупка для любого респектабельного человека. Сегодня интересовались банкиры бриллиантами? Очень восхитились нашими украшениями, очень понравились наши дизайнерские разработки. Это индивидуальный подход каждому клиенту. Тут представлены как романтические украшения, так и более сдержанные. Современная классика. Классика в современном звучании. Я думаю, что престижность мероприятия, она заслуживает именно престижности окружения. Мебель, ту, которую мы представляем пенинфорийно, – это престижная мебель. Чествование лучших банкиров и банков Украины обещает стать традиционным в миноре. Ведь эти люди, влюбленные в свою профессию, заслуживают яркого и красивого праздника. Олег, сегодня наш город, Минора, поздравили вас с Днем Банкира. Как часто приходится вот так вот помпезно, красиво, торжественно отмечать профессиональный праздник? К сожалению, не часто приходится. Будни Банкира – это не совсем то, что описывает литература и показывают фильмы. Это кропотливый, ежедневный, достаточно сложный труд с людьми, с сотрудниками. Банкиры, они напоминают немного сотрудников контрразведки. Наша работа находится за видимостью моих людей, но результат нашей работы видно в стройках, в новых магазинах, в новых проектах. Поэтому у нас маленькие праздники каждый раз, когда что-то получается с нашими клиентами. Я хотела бы сказать слова благодарности организаторам, которые на высшем уровне провели это мероприятие. И пожелать им, чтобы у них было не одно такое мероприятие, не только на День Банкира. И хотелось бы, конечно, чтобы в городе Днепропетровске такой день отмечался регулярно. Я тоже вышла из банковской среды, поэтому понимаю, насколько труден путь банкира. И ежедневный его труд, он на самом деле не всегда бывает благодарный от клиентов. То есть очень много процессов и очень много вопросов, которые приходится ежедневно решать. И вот хотелось бы сказать им спасибо, оценить их труд настолько, сколько мы смогли это сделать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!